Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Четверг, 19 октября и давайте посмотрим, что у нас на текущий момент происходит на финансовых рынках. Начнем наш обзор, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар на сегодняшний день пытается закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.18.04, что в свою очередь нам может дать начало движения вновь восходящего в сторону основного тренда с ближайшими целями в область 1.18.75 и далее уже на 1.19.50 и на 0.20. Тенденция восстанавливается, восстанавливается в сторону основного тренда. Это мы в ближайшее время можем увидеть, вероятно, в течение сегодняшнего дня. Ну а отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара сможет уйти ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 1.17.30. И после обновления данных минимальных значений мы сможем вернуться к продажам по данному активу. Но на текущий момент, напомню, тенденция основная остается на укрепление. Пара британский фунт, американский доллар, примерно такая же ситуация. Вчера обновили минимальные значения, это область 1.31.40. Максимум был в области 1.32.11. Сегодня с утра пары торгуются также вблизи данных максимумов и стараются закрепиться за данными уровнями. Если это произойдет, то есть первые уже попытки мы увидели рано утром, то откроется уже следующий импульс на восходящее движение в область 1.33.18, то есть также в сторону основного тренда. Ближайший уровень разворотный, который находится на минимальных значениях, это область 1.31.38. То есть возобновление продаж будет актуально после ухода ниже данного ценового уровня. Пара американский доллар и японская иена продолжают укрепляться. На текущий момент вчера был стремительный рост, прошли порядка 90 пунктов от открытия. И на текущий момент ближайшая цель движения это уйти в область 1.13.29, далее на 1.114.15. Возврат к продажам, то есть движение в сторону также основного тренда по данной паре, будет актуально после преодоления минимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 1.112.13. Пара австралийский доллар, американский доллар также сейчас торгуется вблизи максимальных значений, которые были отмечены вчера в области 78.57. И старается закрепиться за данными уровня для того, чтобы продолжить свое движение также в сторону восходящего тренда, который на текущий момент является основным по данной паре. Цели это закрепиться выше отметки 78.57 и далее уже двигаться на 79.00. Уход ниже минимумов, которые были зафиксированы вчера в области 78.18, возвращают нас к краткосрочным продажам по данному активу. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают снижаться. Тенденция на снижение возобновилась вчера. Мы видели уход ниже минимальных значений 17 октября. Собственно, сейчас тенденция на ослабление продолжается. Ближайшая цель это закрепиться ниже минимальных значений, которые были вчера, отметка 1.24.58 и далее двигаться уже на 1.23.28. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара сможет закрепиться выше максимальных значений вчерашней торговой сессии в области 1.25.33. Пара евро-фунт также продолжает укрепляться. Ближайшие цели это закрепиться выше максимальных значений, которые были вчера, отметка 89.45. Ну а отмена данного сценария и возврат к продажам произойдет в том случае, если пара сможет уйти ниже отметки 88.96, минимум вчерашней торговой сессии. Золото на текущий момент продолжает снижаться. Вчера торговались вблизи минимальных значений в области 1.277 долларов за тройскую унцию. И на текущий момент цель как раз там и располагается для нисходящего движения, то есть закрепиться ниже минимума вчерашней торговой сессии. Уход выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 1.288 долларов за тройскую унцию, вернет нас уже к покупкам по данному инструменту с ближайшими целями движения в область 1.306-1.309 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent на текущий момент продолжает укрепляться, но мы видим, что нефть не может уже несколько дней обновить максимальное значение в области 58.67. Подходили в понедельник, вторник, среду и вот сейчас тоже торгуемся в середине данного ценового канала. Если это удастся, если нефть может закрепиться выше 58.67, то это будет дополнительное подтверждение на продолжение роста по данному активу. В свою очередь уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 57.89, возвращает нас к продажам по данному активу с целями движения в область 55. По индексу DAX вчера мы видели вновь исторический максимум, доходили до отметки 13.094 и сегодня с утра индекс корректируется с открытия. На текущий момент тенденция на укрепление остается в приоритете, а в свою очередь начало коррекции, начало коррекционного нисходящего движения мы сможем увидеть после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера в области 13.000 ровно, закрепление за этим уровнем и тогда коррекция уже будет более вероятна. Ну а завершение этой коррекции вновь позволит присоединиться по более интересным ценам и двигаться с этим инструментом дальше вверх. По биткоин, биткоин к американскому доллару. Вчера мы видели минимальное значение в области 5.118 долларов за один биткоин, но к концу торговой сессии мы фактически вернулись к ценам открытия. На текущий момент в рамках внутридневных уровней является важным область сопротивления на отметке 5.614. Закрепление за данным уровнем возвращает нас к покупкам по данному инструменту, ну а пока краткосрочно мы находимся в нисходящем движении или можно сказать в боковике. Но пока тенденция больше нисходящая остается в приоритете, по крайней мере до тех пор, пока биткоин торгуется ниже отметки 55.620. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Как всегда, напоминаю, если вам нравятся данные обзоры, ставьте ваши лайки. Если есть вопросы, то пишите в комментариях и я на них буду вам отвечать. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся уже завтра. Продолжение следует...